Продолжение следует... В этом году традиционно мы занимались благоустройством могил наших родственников. Я обратил внимание на памятник со знакомой фотографией. На ней был изображен пожилой мужчина. Но я не мог вспомнить, где я мог видеть фотографию этого человека. На мой вопрос «Кто это?» папа ответил, что это его дедушка, а мой, соответственно, прадедушка Данилюк Василий Касьянович. И я вспомнил, что похожую фотографию видел в Школьном музее Спадшина. В этом альбоме фотографии, скупая информация о фронтовиках, защищающих нашу белорусскую землю от захватчиков. А вот и мой прадедушка Данилюк Василий Касьянович. Василий Касьянович воевал в 158-й стрелковой дивизии в пулеметном взводе. Он участвовал в освобождении Брестской области. В 1944 году их пулеметный взвод послали на 3-й Белорусский фронт. Он участвовал в освобождении Латвии. Затем Василий Касьянович дошел до города Кёнисберга и участвовал в его освобождении. Здесь Василий Касьянович ранил. В армии находился до 1949 года. Награжден орденами за отфагу, за боевые заслуги и юбилейными. Работал он в селе Дывин, в колхозе, шофером и трактористом. До нашего времени сохранился дом, где жила семья прадедушки. Сейчас здесь мирно и счастливо живут другие люди. В Дывине проживают его дочь Алла и внук Дмитрий, мой папа. К сожалению, мой дед Вася умер, когда мне было всего лишь 10 лет. Я помню, как на похоронах мы несли его ордена и медали на маленьких красненьких подушечках. О войне дед ничего не рассказывал. Видно, не хотел вспоминать о том ужасе. Нас с сестрой он всегда баловал подарками. Мой первый велосипед и моя большая, огромная машина с педалями – это были первые подарки деда. Мой отец, Данилюк Василий Косянович, родился 25-го года рождения. Прошел Великую Отечественную войну, дошел до Кёнигсберга. Там был ранен и отправлен в тыль. После войны работал в колхозе на тракторе. У нас было трое детей, два старших брата и я. Меня любил очень сильно, потому что я была самая маленькая. Потому что разница в детях очень большая. Умер, конечно, рано, но жалко было. Хороший человек был, все его любили, уважали. Мы очень жалеем, что он не дожил, не дождал моих еще внуков. Почему надо помнить? Почему надо восстанавливать и исследовать прошедшие события? Ответ у каждого свой. Я помню, потому что являюсь преемником рода семьи Данилюк. Я чувствую себя уверенно и достойно, зная, что мой прадед был храбрым солдатом, добросовестным тружеником и добрым человеком.